Привет дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс и мы с вами продолжаем играть в Морл Винд. В предыдущей серии мы с вами закончили на том, что я добрался до какого-то храма непонятного, который находится рядом с призрачными вратами. Сейчас я здесь все обследую и пока не могу понять предназначение его, так как здесь ходят какие-то вроде даже не агрессивные монахи, они со мной могут поговорить. И кто-то даже вроде может даже постели мне дать. Думаю ты ищешь таверну, но помочь я тебе ничем не могу. Вот эта дверь вроде бы как, здесь можно взять ключик для нее, да? Ну-ка. Спальные места, давайте переночуем у них. Десять золотых. Хорошо, мы начнем свой день сегодняшний со здорового сна в двухспальной хорошей кровати. Не зря же мы сюда пришли. Хоть переночуем, как люди нормальные. А то все под дождем где-то. Восемь часиков думаю вполне хватит нам. Сколько сейчас время? Давайте глянем. Восемь часов до полудня. Это восемь утра получается. Восемь утра. По-моему само то. Для того, чтобы отправляться в путешествие в дальнее опять. Так, ну здесь ничего хорошего, как я вижу. В принципе никаких полезных вещей я не нашел. НПС тоже. Хотя так-то много там чего лежало такого, что можно украсть. Но. Вор из меня, конечно, тот еще. В башне рассвета давайте глянем еще. На всякий случай, что у них тут есть. Так, здесь тухляк. Надо вообще к выходу, наверное, двигаться уже. По-моему здесь ничего путного у них нет. Нижний уровень. Ух ты. А здесь я был? Сколько всего хорошего. Ну да, здесь я точно был. Сюда. Ух ты. У них у всех так мало времени, что они тут годами стоят на одном месте. Занятые прям дальше некуда. Призрачные ворота, башня рассвета. Такс. Как мне вообще отсюда теперь выбраться? Я хочу уже уйти и все. Надоело мне тут. А, эту дверь, наверное, ух ты. А здесь кто-то сидит, такой, наверное, который допуски делают, пропускают. Там, например, биографию заполнить. Я просто хочу мимо пройти, а он мне по неприятностям говорит. Вот они вот так любят встать, вот эти НПС, прям на проходе загородить все и не пускать. Есть у них такое излюбленное занятие. Так, кто такая вообще? Поторгуемся? Неа, у меня скума. Я страшный наркобарон. Затаренный веществами. Так, ну, на нижнем уровне ничего хорошего нету. Давайте дальше изучать. Как из этого лабиринта выбраться можно. Только пришел. И уже не знаю, как уйти отсюда. Хотя, в прошлый раз, когда здесь я был, да, как-то схему уже вроде как тогда вылучил. Понял, как здесь все устроено. Но дело в том, что я целую неделю аж не играл. Большой перерыв у меня был. Связан это. Вот это бы я все поворовал здесь. Связано с проблемами личными. Я сейчас официально безработный человек. И, в общем, мне сейчас особо не до игр. Но, сегодня я решил все-таки вернуться в этот мирок. И так как я все позабывал, я уже не знаю, куда мне идти и что мне делать. По одним и тем же местам. Так, сейчас все точно на выход надо идти. Вот это, наверное, да? Все, наконец-то. Загрузка в области пошла. Сколько можно бегать-то? Вокруг да около. И уже кто-то нападает, да? Только вышел сразу же, музыка заиграла. Зловещая. Но там стоят какие-то. Я не помню, кто они. Они, по-моему, со мной разговаривали. Нормальные люди были. А эти даже не помогут. Я выслушаю. Ну, давай скорее. Так, как его залит? Давайте посмотрим по темам, что здесь интересного. Вот про культ. Культ Нариварина. Это культ Эшлендеров, который верит, что древний герой Наривар будет возрожден, чтобы свернуть храм и изгнать имперцев из Муровинда. Эшлендеры считают своим правом нападать на чужие поселения ради добычи и рабов. А что за Фаэда? Значает огненная река. Не знаю, почему она у меня в темах числится. Ну, вообще, мне как бы надо найти какой-то лагерь Эшлендов. Также мне надо в форте Луна или какой-то там бабочки, я не помню. Информацию дополнительно узнать. Ну, и снаряжение получить. Для того, чтобы отправиться. И как раз, наверное, там-то в форте мне бы и сказали, где найти тот самый лагерь, где он находится. Но со мной отказываются разговаривать из-за того, что я не в одежде в имперской. Потому что из-за того отравления, которое у меня было, мне понизили скорость. Ну, вы помните, наверное, это. Мне пришлось выбросить почти все с себя. И самое первое, что я выбросил, это был как раз-таки имперский нагрудник. Или доспех по-простому, не знаю. Как кераса имперская, вроде так. Ну, у меня закончились стрелы. Превосходно вообще. Давайте эти использовать. Дорогие, правда. Ну, что делать? Иначе вообще можно померять здесь. Здесь кругом врагов полно. И мне надо, я думаю, уже на ту сторону перебираться подальше. Подальше от всех. Со всех сторон окружили. О, сейчас бывает. Боевочка-то эпичненькая. Так, мы сейчас двигаемся куда-то строго на юг. И, по-моему, здесь я уже ходил. Да, точно, в этих местах я был. Ну, не знаю. Давайте идти. Мне надо, во-первых, найти торговца Каджита какого-то. Скинуть ему скуму. Это, во-первых. Во-вторых, мне нужно купить имперский наплечничек. Затем пойти в форт и узнать нужную мне информацию, где найти лагерь. Чтобы двигаться дальше по квесту. С этими эшлендами разобраться. А то сколько этот квест у меня висел, я не знал, какие книжки нужны. А в итоге в темах все поведали мне. Надо было просто тему повнимательнее почитать. Но к этому пришел я спустя серии 50, наверное. Но на самом деле я не хотел проходить основную линейку. Я об этом уже много раз говорил. Мне хотелось просто изучать мир. И не гнаться за прохождением. Как таковым. Почему я не могу попасть? А он меня убьет вообще спокойно. Кстати, а где мой топор? Почему он меня взял в руку? Ха, кулаки. Опс. Это бессмертная. Смотрите, вообще сколько можно ее стрелять-то уже. О, господи. Привязалась и все. Хорошо помогает мне мой шлем. Восстанавливает. Вообще не слабо. Здоровье. Так, ну мне надо, наверное, идти все-таки... Сюда? Не, вот так вот. Там мне что не изведано, будем туда идти. Где не изведал, туда и будем направляться каждый раз. К чему-нибудь новому это нас, несомненно, должно привести. Хотя здесь земли очень страшные, пустынные. Никакой такой нету местности живописной, как в западной части. В юго-западной, я бы даже сказал. И там везде травушка, муравушка. Все так красиво, солнечно. Здесь же могильник настоящий. Так. Не знаю. Идем, куда глаза глядят. Кто-то нападает на меня. Вот кто-то видит, я понятия могу, кто. Хотя, не, наверное, померещилось. Это основная тема заиграла. Мне показалось, что это боевая музыка начинает играть. Какой же звук там вот в начале. Гонг. Замечательно. Идем туда, где я еще не был. Сегодня мы открываем новые места. Со своими 50 стрелами, конечно, это не самая удачная была идея. Но. Стоять на месте тоже нехорошо. Я еще и болезнью заразился. Да, нормально. Что у меня теперь? Я стал косым. И у меня меткость упала. Это очень, очень плохо. Восстанавливаем свою... Так, я же брал. Вроде как. Только силу восстанавливать. Понятно. Исцелиться бы мне. Я теперь вообще не попаду ни в кого. С такой меткостью-то. Интересно, здесь есть вообще какие-нибудь... Населенные пункты. Или здесь кругом вот эти вот... Камни и все. И больше ничего. Просто такой обычный маппинг. Созданный в генераторе. И растянутая текстура по нему. Это безжизненно. Очень уж. Слишком. Чем дальше я иду на запад, тем хуже становится местность. Я боюсь представить, что вообще где-нибудь вот здесь. Там, наверное, сплошные демоны. Вообще какой-нибудь ад. Ну кто же там еще на меня решил напасть? Ты еще кто такой? О, это кто-то первый. Впервые я встретил такого врага. С моей меткостью сейчас только сражаться. Смотрите, я его даже не убил с одного удара. Хотя попал. А где этот? Вон он. Ты кто такой вообще? Черт какой-то. Эй, иди сюда. Сражаться боем. Ты куда побежал? А, на него еще и оружие мое не действует. Ничего себе. Тогда вообще дела плохи. Надо уходить отсюда. По горам. Хорошо, хотя я лазить маломальски умею. Мне позволяет мой... Склад моего тела, моя комплекция. Достаточно атлетичен. Кто? А, это опять основная тема. Второй раз я уже на основной теме игры. Вооружаясь. Думаю, что начинает играть боевая музыка. Так, там постройки две мерзкие, я так понимаю. Вот две мерзкие. В них вообще нет смысла идти. Там он еще вдали тоже. Что-то все квестовые. Там тоже черт, на которого не действует мое оружие. Не зачарованное. То есть, в этих краях, по сути, мне по большей части делать нечего совершенно. Здесь даже с врагами-то драться будет сложно. Что в кого ни стрельни, будут писать, что ваше оружие не действует. Так, ВОЗ... Во, ВИ... Что, ВИВИК? А, ну, понятно. В сторону ВИВИКа. Ничего себе. Там сколько идти-то до него. Ну, давайте идти и двигаться. Как раз откроем местность. Немножко посмотрим. Если ничего до него не попадется, до ВИВИКа. То, как минимум, у нас цель, конечный пункт будет город, в котором хотя бы ориентируюсь и знаю, где что. Где можно подлечиться. Где можно найти хаджита, которому можно скинуть. Ну, где можно стрел взять. Да, много чего полезного сделать. Тот же... Ту же Кирасу взять свою. Так, вот он. ВИВИК. А это что у нас? Само Лакмар? Я такой не помню. Там, по-моему, опять ходит... А, нет, этот другой. Я думал, тот же ходит, на который оружие не действует зеленый. Ну, с этими мы разбираемся вообще по-простому уже. Давненько. Если бы у меня сейчас еще меткость не упала, а с одного удара бы я бы наверняка его завалил. Угу, стоят бандюганы. Сохраниться пора. Вот с ними бы встречаться мне, на самом деле, вообще не хотелось. Давайте как-нибудь их обойдем. Такс. Гора. Баумара. Воз. Вот Воз, наверное, ближе всего какой-то. Я не знаю, что это за Воз, конечно. Я все-таки буду двигаться к тем целям, которые я пока что знаю. Где точно я могу снаряжение купить. Сейчас не до экспериментов, на самом деле. Если учесть то, что у меня всего лишь осталось сколько? 59 стрел. Это не так много. Можно сказать, это вообще мало. Такс, ну... К двемельским постройкам нет смысла двигаться. Крыса какая-то зависшая оказалась. Упс, не то. Так, а топор на какую? А, на единичку идем. Я уже забыл. Давайте зарубим ее. Просто, чтобы не повадно было. Чтоб не ходила здесь. Что-то я боюсь в этот пар наступать. Вдруг ошпарюсь. Думаю, лучше обойдем. Давай, в ближнем бою с тобой. Будем стрелы по чуть-чуть беречь. С летающими лучше, наверное, все-таки стрелами. Их издалека можно еще на подлете уничтожать. Такой зигзаг нехилый мы с вами сделали. П-образный. Так, а вот и вывеска. Молокмар, вивик. Ну, нам сюда. Долетит, не долетит. Или раньше сдохнет. Сдохнет раньше. О чем я и говорил. Ну, хорошо, хоть погодка нормальная. Солнечно. Ярко. А то в предыдущей серии вообще сплошная была буря. Нескончаемая. Пробираться было сложно в таких условиях. Загрузка объекта вообще сейчас была не вовремя. Такс, кто? Ага. Ты такой шумный вообще. Ой, уйдите от меня. Красиво все равно. Хоть и здесь пустынно, но когда вот солнце появляется на горизонте, когда его видно прям, все равно сразу красиво становится. Солнце решает многое. Крыска ползает. Не знаю, не буду ее бить. Так, вивик, нам сюда. Не знаю, по идее, мне вообще не вивик нужен. Мне нужен любой торговец. Желательно каджит. Ого. Это он такой звук издал? Серьезно. Мне этот звук напомнил властелин колец, по-моему, во второй или в третьей часть, не помню, в какой-то из них. Когда на горизонте появились восточные народы и вели с собой таких гигантских трехбивневых слонов. Точно не помню, как они называются, в книжке написано. Ну, это уже сколько лет прошло. Так, верно, да. И вот там они, как раз при их появлении, такой ту-ду-ду-ду-ду-ду. Звук вот этого гонки. Трубы боевого рога. Прямо аж до мурашек по коже. И вот сейчас, похоже, звук был очень сильно стоять. Бояться. ну ничего такую большую прогулку мы совершили прям за весь день 8 часов утра считай отправились и на закате уже приближаемся куда-то к тем местам где уже были на прямую финишную на финишную прямую к вивику в принципе неплохо играя в skyrim я бы совершил быстрое путешествие хоть это и не по атмосфере конечно но когда масштабы гигантские очень то ходить по одним и тем же местам конечно это не имеет смысла а не знаю не хочет так новик вообще по идее мне показывает туда почему-то сюда да кто там прицепился ко мне ты что ляжу забагованный сбагованный успокойся все ой все темнее темнее становится может факелочек уже пора доставать почему интересно когда я убираю факел ну то есть обнажа оружие он достает кулаки и они они луки по идее же у меня лук основное оружие было в руках все время почему так а это еще что такое куда мне вообще привело нет сюда мне надо вывеска вообще показывала на юг к вивику но дорога привела вообще каким-то шахтам непонятным ох как закат все небо побагровела по идее правильно шел меня что-то сбил этот указатель покосившийся вдоль дороги как говорится там допустим размытая дождями надпись на показавшимся вдоль дороги показатели гласила так ну все верно сейчас идем на юг и потом немножечко на запад такое у нас сегодня странствие до вивика по новым землям я одно понял что на восточной части мороу винда без зачарованного оружия делать в принципе нечего там каждый второй это демон какую-нибудь она которая не влияет обычное оружие нужно только магическое ну как ты достал до меня застревались за всех подряд такс но вивик по моему там потому что там все сухое выжженное а вивик находился как раз среди таких лиственных деревьев так что я верном направлении все закончились до стрелы ну у меня еще костяны есть все очень плохо надо быстрее уже гаджета быстрее торговца а вот и водичка на карте она как раз да чтоб веку добраться нужно переплыть вам это сделать успеть до полной темноты пока совсем здесь не стемнело а то ночи стали реально темными кто там на меня напасть решил да кто ты у тебя врага не видно вообще а рыба убийца ты что ли я думал это прилетела ко мне это рыба ты чё офигевший вообще ни стыда ни совести о это что за альцота а что за альцота 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 ну ка где то вот здесь прям вот этот берег есть а вот наверно да альцота понятно это какие то две мерзкие постройки мне они точно не нужны уже и в небе звезды совсем уже темнеет вон он вивик уже его очертания на горизонте а за мной кто то гонится ни раньше ни позже крыса не знаю догонит нет у меня скорость сейчас упала я двигаюсь помедленнее конечно но тем не менее вроде нормально вот он вивик красавец город ну все в воде точно я скроюсь от нее по воде же крыса не побежит не выдра плавать не умеет хотя забагованных крыс я видел которые в воде там бегали такс ну вот это мы сейчас находимся где какое кольцо поселение поселение Тельвании ну мне не оно надо на самом деле мне надо пройти в как то там стран чужестранцев что то такое чужеземцев вроде по кольцу ну то по моему соседняя да она ну ка а нет это арена и так продолжаем играть игра у меня вылетела почему то я пытался сохраниться она в итоге у меня вылетела и последнее сохранение у меня было где то черт пойми где сейчас покажу где где то примерно здесь я опять пошел в сторону вивика и случайно наткнулся на упать на поселение под названием как то суран что ли да суран точно и почему бы в него не зайти и не исследовать по мне так оно очень даже симпатичное посмотрите как красиво суран давайте наверное на этом месте сегодня закончим с этими багами мне уже не знаю все нервы потрепала игрушка давайте на вот таком красивом закате в новом городишке мы и остановимся в следующей серии будем уже его изучать вижу здесь уже и торговцы есть и так далее и ночлежечка и там сил страйдер даже находится вполне себе такое прекрасное место в общем спасибо что смотрели если вам понравилось видео не забудьте поставить палец вверх также прокомментировать видео и не забудьте подписаться на канал с вами был денни марс и до новых встреч вот Субтитры создавал DimaTorzok